Эти кадры знакомы каждому. Три года назад, 15 февраля, около половины 10 утра, тысячи людей стали свидетелями разрушения примерно 10-тонного астероида, входящего в атмосферу Земли. Упало небесное тело в окрестности Челябинска. Научные журналы писали, что удар был такой силы, что волна дважды обогнула планету. Одним из первых ученых, кто прибыл на место падения болида к озеру Чебаркуль, был Виктор Гроховский. Подробности научных расследований и объяснение причины разрушения астероида, из какого вещества он состоит, сегодня ученый рассказал участникам февральской смены образовательного центра «Сириус». Накануне Гроховский уже проводил лекцию юным любителям науки. 16-летняя Айтурган Кермикулова увлекается биологией, но и другие научные темы ей не менее интересны. «Это очень интересно и увлекательно. Масса информации, которая, безусловно, понадобится мне в жизни». «Наука – это вообще ступень в будущее. Ее просто невозможно игнорировать. В любом случае, она тебе понадобится в жизни. И если ты хочешь стать успешнейшим человеком, я думаю, нужно продвигать науку». Метеоритная экспедиция Уральского университета существует почти 30 лет. За это время у ученых накоплен богатый опыт работы. 14 января группа исследователей под руководством Виктора Гроховского вернулась из экспедиции в Антарктиду. Оказывается, там под толщей льда находится огромное количество фрагментов метеоритов, которые таят в себе массу новых открытий. Кстати, сегодня воспитанники Сириуса получили возможность поближе познакомиться с одним из осколков небесного тела. «Обломок челябинского астероида доцент Уральского федерального университета не привез. Зато есть вот такой вот фрагмент астероида Сихоте Алини, упавшего на Землю в 1947 году. Его вес не более 5 килограммов, но в нем вся таблица Менделеева и масса других неизвестных пока науке веществ». Практически все метеориты состоят из одинаковых элементов. Тайна кроется во внутренней структуре, уникальные вещества которого ученые не могут самостоятельно реализовать. «Малых тел в Солнечной системе мириады, мириады и пояс астероидов. Там сейчас открывшийся новый пояс Скойпера. Там много вещества. Есть вещества, выброшенные из других планет. По сути дела, бесплатно мы получаем вещество, не посылая туда миссии. Мы по пальцам можем пересчитать известные миссии, удачные, которые слетали, что-то привезли, буквально там миллиграммы». Во время лекции Гроховский постарался донести до ребят азы мироздания, чтобы они могли отличать факты от выдумок. Кстати, вероятность падения очередного метеорита, который, как считают, должен прилететь между 2 и 8 марта, одна миллиардная.